Так, ну давай на меня ты вышел, где тут это, свернуть надо что-то, что тут неладно. Вот скайп нажмите. Я вас слышу хорошо. Слышишь хорошо? Ну-ка на память какое-нибудь тихотворение прочитай. В лесу родилась елочка, в лесу она росла зимой, и там стройная зеленая была. Ну, ну, еще дальше-то как? И пела песенку с пьем елочкой бай-бай. Ну, кто-то уже срубил ее? Да, по-самой корешок, дальше не помню. А еще, знаешь, так это, жили-были у бабушки, козленок-то. И волкам попалось, а бабушки остались, рожки да ножки. Ай-вай-вай. Чем сейчас занимаешься-то? Я позвонил, батюшка говорит, тут человек, говорит, это, ночевать негде. Ага. Примешь, я говорю, ну, приму, вот принимаю. Ну и где он, человек этот? Василий, иди сюда. Он говорит, мы люди такие простые, можем и в подъезде ночевать. На подножный корм опять перешел. Да, да, да. Так, ты узнай у него, как печка топится. Как он, тепло или нет у него? У него, говорит, дров нету. Я говорю, ты что, говорю? Нет, а самое-то... Ну как, дрова все сжег уже? Да он и не топил ни разу-то. Дров нету, а... Нет, один раз топил. Ну так а почему дров-то нет, когда полный двор дров-то? Ну, говорит, прошлую зиму половину сжег. Он экономит. Ну понятно, он утопится хорошо, тепло, нет. Вася, тепло, говорит. Ну все. Один раз натопил, раз натопил. Ну, я не знаю, как истопил, еще... А, он говорит, как вы истопили, так и все, больше это... После этого все тепло и тепло ему. Так а что же... Подносом. А осень еще золотая стоит. Осень еще золотая. Иди вон-то брызг его, возьми. Так. Холод не мороз. Холод не мороз. Вот так. А ладно. Зима впереди, зима впереди. Ты где будешь зимовать-то? Дома, а где-то ничего. Дома, а где мне ночевать? Пустите перочевать, а то так ист пили, хочется, что и перочевать негде, да? Или как там? А, дайте воды попить, а то так ист хочется, что и перочевать негде. Так вот говорят. Понятно. А как он тебя нашел-то? Сам дошел? По следам, ну, как собака. Я уже скоро живу-то тут. Он же двое весть уже живет. Уже, это, как бы... Тропинку уже выучил все. Уже можно и с закрытыми глазами найти. Уже с закрытыми глазами, говорит, можно найти. Ну, ты сейчас на стул-то тебя не видать-то. Да надо, говорит, Настигнулся. Ну, что до сих пор не настигнулся? Прихожу, время 9, он уже в люльке лежит. Я к маме ходил. Да я простыл, говорит. Простыл, говорит, немного. Я говорю, давай, давай, говорю, вставай лечиться. Он говорит, нет, говорит, играй, тихо, он говорит, запретил лечиться, говорит, он ничего не принимает. Я говорю, да у меня таблеток-то нет. Я говорю, давай, медом или чем? Таблетки пьешь, через неделю выздоровеешь. Картошка сваренная, вылить и на пару закрыть и не дышать. И над кожурой я это самое, да? Ну, почему над кожурой-то? Только воду слить-то, над самой картошкой. Ну, подышая. Ну да, сверху плотно укрыться и прям головой в щегунку лезть надо. Он говорит, я не топлю. Ну, тогда я не знаю, по-другому никак. Надо организму дать тепло. Это не лекарство какое-то. Зима впереди. Зима впереди, он сейчас экономит. Сейчас, говорит, еще не морозы. Сейчас еще холодно, как будто морозы. Холод для меня не мороз. Холод для меня не мороз. Он моржует. Наверное, не знаю. Так его накажи сегодня, чтобы, как он, не спрашивая, ничего, вдруг остался. Чтобы этого не делал так. Слышь, что, иди сюда. Я к нему подошел, говорит, ты где будешь ночевать? Молчит. Я говорю, ну, я поехал. Потом батюшка звонит, говорит, а он на лавочке сидит. Ты примешь, я говорю. Я думал, я на машине. А, видишь, я без машины. Я сегодня без машины, но даже со мной разговаривать не смогу. Потому что я-то без машины, что со мной разговаривать? Ну, подавать надо машину. Ну. Еще себя. Он на дебунову подошел, говорит, а что, Сергей без машины? Дебунов-то на машине. Ну, а дебунов-то что, разве повезет его куда? Говорит, иди к Сергею. Сергею послал. Он батюшка тоже ко мне направил. Я говорю, ну, пусть приходит. Ждал-ждал его, ждал-ждал его. Нету-нету. Он, оказывается, с Полдунова пешком. Я уже бросил, пошел, собаку будет. Прихожу, смотрю, стоит возле подъезда. Я говорю, а что ты пешком шел? Да, а что пешком-то не на автобусе? Деревенев нету. Люблю ходить. Люблю выходить. Ну, а что ты не пошел-то туда? А сколько это автобусных остановок-то? С Полдунова до меня автобусных 10. 10 остановок? 10 остановок. Немного больше часа. Немного больше часа он шел. Вот это да. А до Бельмесева тебе сколько идти? Три часа? Ну, три. А по такому оборуду? А по такому оборуду все четыре. Четыре это... А сколько километров до туда? До километров напрямую я не знаю сколько, но где-то 15 от кордона. 15. Подскажу же. Километров 20, наверное. Вот это да. Пять километров в час если идти. Это быстрый ход. Еще стихотворение какое-нибудь расскажи. Я... Вон Василий пусть расскажет. Так и есть 10 остановок до Сергея. Что-то не ясно так видно-то. Почему это? А у него глазок плохой. У кого? У Сергея. У Сергея глазок плохой, говорят. Мутно у тебя, Сергея. И он один глаз выставил Сергея. Сергей. Ну, он на Василия, чтобы Василий сидел в кадре. Я сейчас, ну, покручу, Валенька. Что, мутно, да? Мутновато, да, у тебя как-то. Ты там поплюй на него, да протри платочком. Это проверку мне сказали. Почему от Вас, когда идет, то звук тише, чем от меня? От кого звук тише-то? От того, с кем я разговариваю. Когда запись автоматического у меня делается, то вот такое дело. Мне сказали, сейчас проверить надо. А, и вы хотите сравнить? Да, мне для проверки это нужно. Ну, и попутно про Василия узнал. Ну, вот он же. Нынче-то он зимой-то будет дома жить или где? А куда мне деваться? Куда мне, говорит, деваться? Никто меня не... Весной буду покупать. Весной будет покупать. За 600 тысяч. За 600 тысяч дом нашел. Подходит ко мне и говорит, Серега, займи 300 тысяч. Я говорю, здорово живешь, говорю. А на что тебе? На дом? Я говорю, да я сам бомжой в темной квартире, говорю. У мамы. Да в долговую яму, кстати, не охота лезть. А что, если у меня займешь, это не будет долговая яма? Я же христианин, если, говорит, можно не это, как говорится. Давайте займей. Ты не будешь так заколачивать, как они? Да мне можно не отдавать, что это. Они в трехкратном размере. А так ко мне один приехал баптист знакомый, Кошнарщук Иван Данилович. И говорит, поехал там среди баптистов своих. Они, говорит, заняли у меня, ну сколько там, 2000 долларов примерно-то. Ну, пенсионера немного. Ну, я, говорит, лежу сколько, долго не отдает. Я подошел, он говорит, а зачем тебе? Ты все равно, говорит, скоро умрешь. И он приехал, мне рассказывает и жалуется. Я говорю, так может и правильно сказали-то. И он вскоре помер тоже. Бог, что он отпустил? Может, ты еще короче будешь? Я тоже подумал, что я буду занимать. У тебя, может, жизнь короче будет еще. Он помрет еще, и кто мне отдавать-то будет? Я не вставал. А то моя мама рассказывала, как она отца моего лечила. С моим братом Иосифом-то. Она какой-то купава такая, цветок желтый на прудах-то. Но она его напарила, им наложила на ноги-то, видно, привязала. Я не знаю как, а что-то от простуды-то. Но у них кожа-то вся пузырями слезла-то. Они на пищи сидят на русской-то. Там не повернутся. Ну и бабы-то спрашивают, ну и как Тихон сейчас? Ничего, все, помер, помер, говорит. Ну помер-то после этого надолго. Это как доктор один. Она встретилась и говорит, ну как муж-то, еще долго будет в реанимации? А доктор ей говорит, а мы его выписали. Говорит, бесполезно его держать-то. Значит, сейчас нужно что на курорт ехать? Он под себя ходит. За ним надо специально ухаживать. Ну и вообще-то перспектива такая, что улучшения никакого не предвидится. Лет на 15. Она загорюнилась, а он тогда ее похлопал. Да ладно, ладно, я пошутил, помер он уже, все. Он пошутил, она запрещалилась, жена-то. А когда помер, ничего и не надо, тогда. Играть и тягнуть. Играть и тягнуть. Ну, я слушаю Василия Николаевича. Вы французский язык знаете? Французский язык знаете? Французский язык знаете? Он говорит, вы французский язык знаете? Да ничего уже не знаю. А что надо там тебе сказать? Селюпля. А слово Селяви, Селяви. Ну, конечно. А? Селяви, слово. Да это такая жизнь. А? Твоя жизнь такая. Нет, я говорю, слово Селяви. Я говорю, это все жизнь. Такая жизнь. Вот такая жизнь. Это жизнь есть, как говорится. Что делать со Селяви? Что спрашивают? Такая жизнь. Такая жизнь, по-русски говорят. Переводится там слово. Но? Такая жизнь. Что-то не говорится. Селяви, такая жизнь. Так и вот говорят. Это жизнь. Вот так вот говорят. Да это жизнь. Ничего не поделаешь. Шер для пэм, ищите. Мне надо, это, у Савкинка Виктора спрашивать. Что такое Селяви? Ну, ему это известно. Французился уже. Не знаю я. Мне зачем туда? Я по-русски объясняюсь. Говорят, один язык строгий очень такой, командный, как у немцев. Другой слишком уж такой светастый. Пока добьешься. Вот если японцы летят, ему нужно, чтобы маленько подвинулся. Он говорит, извините, пожалуйста, будьте настолько добры, возьмите пол мили вправо. Видишь, он сколько говорит-то. А у немцев не так, он сразу, гальтемауль. Заткнись. И кончено. Гальтемауль. Французы, это более пышный язык. Надо знать как. Я говорю, я раньше слышал, иностранцы говорят, русский язык такой тяжелый. Я думаю, как же тяжелый, такой легкий. Вот мы разговариваем-то. А потом, когда занялся изучением языков-то, я увидел, что русский язык очень трудный. Сколько падежей. Падежей. Вот я беру ложка. У меня нет ложки. Я, если скажу, у меня нет ложка, все поймут, что я уже не русский-то. А я ударил тебя ложкой. А теперь я только и забочусь о ложке. Сколько окончаний? А у англичан спун, все. Если буква С сзади стоит еще, спун, то там во множественном числе. Падежей вообще нету. Ну, русский язык очень тяжелый. Вот, допустим, телефон у меня. Вот телефон у меня. Что он, это? Телефон. Вот этот телефон, который стационарный-то, он стоит на столе. А вот этот телефон, я не могу сказать, что стоит, он лежит. Карманный, это мобильный телефон лежит. Почему лежит, а тот стоит? Ну, и все. У нас были туркмены, они говорят, простынь, так где твоя? Да я ее на столе, говорит, поставил. Не положил, а поставил. А простынь стоять-то как она может? А нам смешно. Вот у нас утка. Это гусь, гусиха, еще похоже. Курица, а он петух. Непохожие слова-то. Вот, индюк, индюшка, еще тут похоже. А то бывает совсем не похоже. Не, не, не как. Вот утка и селезень. К нам немка пришла, и она на птичнике работает. А мы на печке сидим, она матери говорит. Кололи мы птиц. Да ох и жирный уткин муж. Уткин муж. Но нам-то понятно, что. А если у них сказать, это энтерих. И все на этом. Энте, энте, энтерих. Я первым языком занялся, когда в школе языка не было, немецким языком. Мне очень нравился. Очень нравится язык немецкий. Все вокруг, что есть, я все это по-немецки разговаривал. Я спрашиваю даже немцы местные. Я говорю, а что такое габихте? Они не знают. Я говорю, а гайер? Гайер это ястреб. А габихте это коршун. А они похожи друг на друга. Я говорю, а что такое дольх? Дольх это галка летает. А как, я говорю, назвать ворона? Крея. А грач не знает. А грач посевная. Зад крея. Понимаешь, как вот. Ну все, ребята, на этом. Я отхожу от вас. Все, с Богом. С Богом. Выключайтесь. С Богом. С Богом. С Богом.